В прошлый раз мы с вами по материалам ваших рисуночков пообсуждали немножечко пропорции человеческого тела. Сейчас осталось сделать одно маленькое дополнение, и мы с вами будем работать над следующим рисуночным заданием. А дополнение будет касаться позвоночника. Вот когда вы намечаете схему рисунка человека, пока еще схему, потом будете его обращивать. Вы позвоночник рисуете прямой полк. А теперь давайте подумаем. А вообще-то у одного человека совершенно прямой позвоночник бывает? Нет, не бывает. Я не говорю сейчас о случаях клинических, то есть о аномалиях, о неправильности касанки. Да, об ускореблении от позвоночника. Я говорю о так называемых нормальных изгибах. А то понимаете, почему у человека позвоночник обязательно должен иметь несколько изгибов. Ну, был он прямой, как полк. И все было бы слабо. Если бы он был прямой, то в центре тяжести, то в центре тяжести, то в центре тяжести, он в человек мог упасть, так. Взял бы он все позвоночник, в другую сторону. Опа! А чем же мешает переместное позвоночника? Подержание равновесия. Ну, взял я немножко, от планировок, и в другую сторону. И в центре тяжести у меня спроекцировался в среднем площади опоры. В зону-то там, что-то, в центре тяжести. В центре тяжести, Володя, распределить нельзя. В центре тяжести это точка. Попробуйте как-то распределить точку. И вас еще не будет. Да, и Дерин. Коля? Павлович, я знаю, что он был в прозвольте, хотя бы был в восхищении, в восхищении. Кто? Вот, если приходит, он просто будет, как Павлович. Как Павлович. И он будет, может, и замуж, что-то. Почему он сможет? Методы позвонка не будет стоять, по груди хрящим. Он сократил мышцу и задумал? Какие проблемы? Не хотели? Он, может, он, может, полный рост, годный, и он будет ларасил, да он будет лучше, чтобы он сразу будет чуть-чуть и золото. А зачем? Пластика. А что такое пластика? Слово красивое, конечно, пластика, да? А что оно означает? Ну, давайте... Ну, сполочу, да, просто сломался. Почему? Ну, слишком большая его нога, конечно. Ага, а почему это вдруг уменьшается нагрузкой, если мы немножко изгибаем подвозвоночник? Куда изгибается нагрузка? На полосе, если распределяется. Ммм, интересная идея. А вот давайте представьте себе два разных эксперимента, да? Я беру палку, вот здесь на верхушечке, приклеиваю сырое куриное яйцо. Так? И я беру прошлый яйцо. И на верхушечке приклеиваю сырое куриное яйцо. А теперь беру соленарь, красивый, бью вот так вот, а землю палкой прожжу. Вопрос, что будет с яйцом в первом случае, что будет с яйцом в втором случае? В первом случае не сражает толпа. Итак, в первом случае, что с яйцом? Оно разобьется. Да, совершенно верно. Прямой стержень просто передаст по всей своей времене силу ударное яйцо, с круга не вылежит, но вот. В втором случае яйцо не разобьется, потому что пружина просто... Пружина поглотит часть энергии этого толчка. Да, с пружиной. Самортизирует. Яйцо станет в целом. Теперь берем человека и сажаем ему черепу на прямой позвоночник. От позвоночника идут... Они, точнее, позвоночник связан с тазовыми костями, а от тазовых костей нога слабая. А теперь подумаем, что будет с тазами человека, если он взял, он немножко подходит. Он расходится. Расходится. Ну... Почему? До свойства. А вот и все. Значит, жесткий вертикальный стержень, да? Значит, просто передаст всю энергию удара прямо вверх. Задача. А как превратить позвоночник в пружину? Немножечко из-за двух. Причем, хватит ли одного из гиба? Нет. Нет. И у нас не один. Да. А почему все-таки не может? Можно же попрыгнуть с пружинами и с пружинами с пружинами награды. Можно. Поэтому наверняка вас в мискультуре учат никогда не прыгать на прямые ноги. Так? Значит, это черевода. С самыми нехорошими травмами, причем не только череводами. Скажите, на вашей газовой гости какие органы опираются? У вас вообще груздик-то органы есть? Какие? Да. И кишечник, печень, желудок, селезенки, но мало ли всего, да? И если жесткий удар прошел по ноге и по газу, что будет с этим внутренним органом? Да, травмы все равно. Маконические травмы. Ну, а в конечном итоге травмы чей-то возможно. то есть ноги могут немножко арматерировать. Но скажите, мозг это выносливый или самая капринчная? Даже если череп не раскололся, так? А просто получил сильный удар снизу, череп вылезал. Так? А мозг внутри останется целым и нормальным или получит травму? Тоже травму. Получит травму. Значит, ну, та травма, которую вы знаете, сотрясение мозга. Может быть. Поэтому понятно, что анортизация, которая возможна на ногах, нужна подстраховающая анортизация позвоночника. Поэтому смотрим, как устроен позвоночник у любого нормального чтварика. У человека с нормальной астаной. Череп. вы научитесь очень быстро, быстро и относительно грамотно рисовать изображение человека. Это не так строго. Да? Хорошо. Вот и нет позвоночника. Это вертикаль, которым хватит. Вот здесь не кончается. Так вот, у нормального человека позвоночника образуют следующие гибы. Значит, вот здесь гибная клетка у человека 12 партнеров, передние концы которых пристыдны к грудинам. А дальше, а дальше вот здесь таз. После таза приросли вот этому последнему участку позвоночника, а от костей таза с ними станут связь уже хорошо. Смотрим, сколько раз изогнут изогнут человеку считать. Нет, не два. Раз, только в сторону в сторону окна, да? А есть ли еще где-нибудь изгиб в сторону окна? Есть, вот здесь. Хорошо, а в сторону двери есть изгиба? Здравия, стратим. Да, Бог, Бог считает, это раз, два. Значит, ну давайте, а вот это вот для меня, вот я возьму одну дворую изгибу, вот такую, похожую на какую букву латинского алфавита? С. Поэтому говорят, что у человека двойной С-образный изгиб позвоночника. две буквы С друг на друг стоящие. Отлично. Зачем это надо? А как раз для амортизации? Теперь, если жесткий удар приходит на таз, позвоночник немного, как пружина, вот так сгибается, увеличивается, прогиб. так встречается, основание черепа не получает сильный удар. Почему это надо учитывать художество? Вот рисуйте вы человека, нарисовали бы у него прямое туловище. Туловище, как прямоугольник, или как цель. Так? можно так стилизовать, конечно, да, но если вы хотите ваш рисунок приблизиться к натуре, обязательно надо учесть, что не бывает у него одного человека прямой спины. Спина отсюда и тут. И это здесь мы смотрим в противе. А вот здесь мы смотрим в паз. Позвоночник идет по прямой линии, или тоже здесь какие-то изгибы. По прямой. Боковых изгибов не должно быть. Кто знает, как называются боковые изгибы позвоночника. Истребление правильно, но это истребление есть своими цинстонами. сколиоз. Сколиоз это изгиб вот в такую сторону. При сколиозе всегда одно плечо становится выше, а второе ниже. Это проще всего вот так именно. Я не знаю, люди же по улице редко ходят, полностью раздеты, так что бывает видна линия позвоночника на спине. Но смотришь в человека, смотришь как он стоит. Если у него одно плечо повыше, другое помешено, все прилип сколиоз. Да? Боковое изгиб позвоночника. На самом деле это очень плохо, потому что ущемляются выходы спинно-мозговых нервов. Они же ведь от спинного мозга выходят между позвонками. А если у вас позвонки перекосило, ну представим себе, я беру две шбанки вот вот тоже банкер, и вот они стоят вертикально. Теперь я взял перекосил. Вот в этом месте точка перекоса, дальше у меня позвоночник пойдет вот так. Скажите, что с давлением вот в этой точке? Оно увеличилось. Оно увеличилось, а вот только уменьшилось. А здесь через эту точку уходит если никого нет. Ну а как себя чувствует в спину мозговой нервы если удастся? О, больно. Да плохо, молдов, что больно. Он перестает нормально работать. А по этим нервам идут сигналы, регулирующие работу в ваших мухонеках. Так вот получается, что у человека исправление позвоночника и почему-то проблемы с печенью. Вроде никак не связаны. Где печень, а где позвоночник. Очень даже связаны. Ущемлены нервы, которые идут на регуляцию печенья. Вот так мы немножко с вами поговорили о сфере. Но для того, чтобы уметь описать, вам часто побывать, работать с поясницей, работать с шеей. Как называется разный участок позвоночника? Давайте позвоночник. Сколько разный выделяется и как они называются. Первый участок вот он по основанию черепа до первого ребра будет называться шейный участок. Первый шейный участок. У человека ровно так же, как у всех летающих, семь шейных кузвонков. Интересно, что и у мыши, и у жирафа количество кузвонков все равно одинаковое. Просто у мыши какой размер эти кузвонков? О, примерно маленький. Совсем малюсенький, а у жирафа? А у жирафа там каждый кузвонок вот такой. Да? Хорошо. Следующий отдел. Отдел, в котором прикреплены ребра. Ребра связаны с этим отделом подвижны. через суставы. Называется грудной отдел и в нем 12 шейных кузвонков. А это значит, сколько пар ребер у каждого человека? 12 пар. Люди, которые считают, что у мужчины, у женщины разное количество ребер, слегка неправда. Количество ребер, разумеется, совершенно одинаковое. Ну, основа такого предрассудка на библейской легенде о том, что Господь, сотворяя женщину, творил ее из ребра Адама. Ева сделана из ребра Адама. Вроде как получается, что сыновей Адама должно быть на одно ребро меньше. У них же одно ребро прихватили в качестве стройматериала для получения Евы. Да? Ну, кто одинаковое количество ребер? Гарашев следующий отдел позвоночника. Вот он. Днем 5 позвонков и называться будет поясничный отдел. Поясничный отдел. Следующий отдел, позвонки которого надежно срослись между собой. Вот здесь уже никакой подвижности нет. Все эти позвонки срослись, образовав единую костяную систему обстаневшую. Зачем это надо? Чтобы принимать нагрузку от ног. Этот отдел будет называться крестцовый отдел. В нем только крестец. Кстати, а кто понимает, откуда происходит это слово крестец? Крест. Крест, конечно. Если мы не эту сбоку, а с береги смотрим на человека, смотри, что получается. Вот этот позвоночник, ну, здесь нам не очень интересно. А дальше вот как раз вот вот отсюда мы пошли. Вот это крепление тазовых костей. Какая фигура пинчика позвоночника? Крест. Крест. Значит, та часть позвоночника, которая связана с тазовыми костями и называется крестцовый отдел. Пять позвонков. Ну, и, наконец, последний отдел, который при рисовании ну, не заметен и никак не приятен. Это наша с вами гордость, это наш с вами хвост, который снаружи не виден просто ни разу. Дело в том, что хвосты потеряли даже не наши предки, так, а предки предков. То есть вся наша группа, которая называется «Человеко-обратные обезьяны», а мы с вами просто один из представителей этой достойной группы. То есть человек это один из вариантов «Человеко-образной обезьяны». Не больше не больше. Так? Тут ни у кого человекообразных нет, хвоста видно снаружи. Но это не значит, что он совсем исчез. Малюсенький кусочек вот здесь висит. Снаружи не видно. Так, копчик. Копчик войдет. Вот он, наш лень, копчик войдет. Но снаружи копчик никак не виден. И эволюция давным-давно махнула рукой на эту деталь. Она такая маленькая, на что это ничего не значит, что в отбое просто не участвует. Последний отдел называется копчик войдет. Поэтому количество обусланков во всех остальных участках строго определенные не меняется никогда. А можете еще раз представить второй отдел? Второй отдел грудной отдел. Пяти отдел поясничный. Четвертый крестцовый. Пятый копчик. Вот в копчике у разных людей разное количество позвонков. Так? Знаете, что это? Ну и тем более, что в возрастном состоянии чаще всего они расстаются между собой, образуя одну маленькую копчиковую кость. Ну или две связанные друг с другом копчиковых костей. Так что помните, что копчик есть, но реального какого-то влияния на изображение человека он никакого не оказывает. Можно вопрос? Да, вопрос. Причем мы не можем реально иметь длинный длинный хвост? Вы просто не очень представляете, чем человекообразная обезьяна отличается от мордышкообразной. И почему именно они тратили хвосты? А у всех мордышкообразных хвосты отличаются. Это отдельная тема, с рисованием никак не связана. Итак, вот это то, что мы с вами узнали про позвоночник. Аркет, скажите, пожалуйста, с вашей точки зрения, все отделы позвоночника одинаковые дикие или нет? Нет. Вот это уже очень важно понимать, когда рисуешь человека, ну и любое животное. В каких местах он еще может гнуться, а в каких местах просто не может. Ну и назовите самое гибкое, самое подвижное участок позвоночника. Прошу вас. Я думаю, может быть, это поясничный. Поясничный, совершенно верно. Вот здесь очень подвижная связь. Еще один очень подвижный связь. Шей. Вот два реально подвижных участка. То есть когда человек встает наносит, либо когда человек наоборот сгибается в спидер, либо когда человек наклоняется с тормой. Это работает какой участок позвоночника? Шей. Вы наносите шей. К и шей. Значит, шейный при изменении кожи торса не участвует. Шейный приводит голову в соответствие У него своя работа. А когда надо изменить форму тела, работа, конечно, поясничная. Вопрос, а почему? Ну, с крестцовым все понятно. Здесь они просто срослись друг с другом, да еще переросли к такому костюм. Какая у вас здесь гипостя? Никакой гипости, доска на доске нет. А грудной почему малоподвижный? Крайне малоподвижный? Ведь там никакого прирастания нет. Хрящевые полоски между звонками сохранились. А почему гибкость все-таки рядом с нулем? Ну, зачем? Если там будет гибкость, тогда можно пробу проломить это еще делать. Вот давайте привыкать к такой вещи. Вопрос, зачем, в биологии почти никогда не скажут. Там они просто не нужны, они не нужны, так как это полевая пластина. Еще раз. Вы говорите словами, которые описывают привычные вам человеческие. Это мы, говоря, обсуждая наши человеческие дела, можем спросить, а с какой целью ты сделал то или же другого? Ну, потому что у людей всегда есть какая-то задача, какая-то цель, да? И можно сказать, зачем я сделал. У меня была такая-то цель, и вот за этим я это сделал, да? А перескажите, пожалуйста, с какой целью восходит солнце? Чтобы не просто не восходит солнце. С какой целью течет и как? С какой целью падает кирпич? Чтобы ухлать. Значит, нету естественных процессов цели. Поэтому, если уж мы с вами говорим об устройстве тела, то через идею целя больше здесь ничего не объяснено. Давайте ставить вопрос, как и почему, а не зачем. Потому что, ведь грудной отделку звоночника – это деталь коробки. Как эта коробка называется? Грудная. Ну-ну-ну. Грудная клетка. Грудная клетка, разумеется. Ну, хорошо, сделал я коробку. Ну, давайте, для вас пренебольный. Вот такая коробка. Взял с этой стороны, в коробке, приклеил пластиковый стержень. Вот так вот он здесь, вот этот стержень приклеил. Это стержень гибкий. Ну, и что будет, я себя возьму и попробую изгибать этот стержень. Он отторвется от коробки. Он либо отторвется от коробки, либо коробка сломает. Поскольку ребра присоединены не только к позвоночнику, но здесь спереди еще и к грудине, то подвижность в грудном отделе, конечно, ограничена. Но, тем не менее, гнуться здесь тело все-таки может. Потому что наша грудная клетка – это не просто жесткая коробка. Ну, давайте вспоминать, как сделаны ребра. Они целиком костяные или нет? Нет, нет, нет. Нет. А от позвонков идут хрящ? От позвонков хрящ не идет. От кости идет кость, а потом от кости идет хрень. Да, и к грудине подходит уже хрящевая клетка. Вот теперь понятно, к чему помогает такая система. Вот противоположная позвоночник у стенки, да, она может менять форму. Хрящ и бит. Поэтому, хотя и небольшой степень менять, но может меняться форму грудной отделки. Человек может, допустим, когда прогибается, менять не только форму поясницы, но и немножечко выгибать грудной отдел на зверху или вперед, или в сторону. Так, благодаря тому, что передние ветви хрящей нет и стены, а еще. Идея понятна? Да. Хорошо.